Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о книге пророка Иоиля и обратимся к первой ее главе. Пророк Иоиль жил приблизительно в IV веке до Рождества Христова, уже, в общем, даже, я бы сказал, в конце послепленной эпохи. Дальше, после времени пророка Иоиля, многое меняется в жизни Израиля, а события с современником, которым пророку выпало быть, эти события связаны главным образом с восстановлением храма, с так называемым вторым храмом, с постепенным упорядочиванием жизни людей, которые вернулись из плена в Иудею. И вот ключевым таким событием, которое, собственно, побудило пророка выступить со своей проповедью и со своим, в общем, в значительной степени поэтическим, если так можно выразиться, произведением, вот этим вот событием стало засуха и нашествие саранчи. Засуха и нашествие саранчи. Довольно затруднительно сказать, до какой степени беспримерной была эта катастрофа. Иоиль, конечно, говорит именно о катастрофе беспримерной, какой прежде не знавали. Хотя, в общем, имеющиеся исторические данные свидетельствуют о том, что подобного рода катастрофы, засухи и нашествия саранчи на Ближнем Востоке, по крайней мере, в те времена, происходив более или менее регулярно. Еще раз повторю, для историка здесь, может быть, и нет такого уж чрезвычайного события, необыкновенного масштаба. Для Иоиля же, как для современника событий, как и часто вообще для людей, переживающих подобного рода события, оно, конечно, совершенно беспрецедентное и воспринимается как знак приближающейся катастрофы, приближающегося конца времен, приближающегося окончательного разрушения мира. Скорее всего, это надо вообще считать свойством человеческой психики. Катастрофы такого масштаба достаточно редкие, чтобы за жизнь одного поколения таких катастроф было немного, например, одна или, например, не одной. Такие катастрофы действительно часто воспринимаются как такие вот апокалиптические знамения. На самом деле, конечно, сейчас, в 21 веке, до некоторой степени мы вполне можем наблюдать тот же самый эффект, когда нам кажется, что то, что происходит, никогда раньше не происходило, хотя на долю каждого из предшествовавших поколений выпадало нечто приблизительно то же самое. Вот так и с Эзекиелем. Засуха саранча. Засуха саранча. И кажется, и теперь мы можем понимать, что это как апокалиптический колокол такой звучит, но с тех пор прошло почти две с половиной тысячи лет, и история избранного народа, и история человечества знавала за это время еще некоторое количество не менее страшных катастроф. Итак, вот, для пророка это событие видится как начало окончательного разрушения мира, день, когда все начинает разваливаться. И вот он пытается как-то это осмыслить. Собственно, это, вероятно, основная идея, основная задача, которую ставит перед собой книга пророка Иоиля. Теперь, что еще существенно, это то, что, вероятно, голод, вызванный нашествием саранчи и засухой, был действительно очень-очень сильным, настолько, что, как говорит об этом пророк, прекратилось хлебное приношение и возлияние в Доме Господнем. И вот это, наверное, самое главное, почему пророк так обостренно воспринимает, хоть и страшное, но довольно заурядное стихийное бедствие, потому что останавливается почитание Бога, останавливается, прекращается хлебное приношение в Доме Господнем. И вот, рассказывая об этом в такой апокалиптической интонации, а Иоиль действительно один из ранних представителей апокалиптического направления мысли, пользуясь масштабными, яркими образами, и вот он повествует о том, что, собственно, происходит. И говорит, вот послушайте, внимайте, было ли когда-нибудь вообще такое во дни отцов ваших или во дни ваши. Вот происходит нечто беспрецедентное. И говорит в четвертом стихе «Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшаяся от саранчи ели черви, оставшаяся от червей доели жуки». Пророк таким образом говорит о том, что эти бедствия идут одно за другим, и в конце концов действительно ничего не остается, не остается никакой ни пищи, ни вина. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющее вино, оно вот не то от уст ваших, потому что пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, ж зубы него зубы львиные». Вполне тоже традиционное поэтическое уподобление саранчи громадному воинству, как, кстати, работает и обратное уподобление воинства стая саранчи. Такой образ для всех вполне прозрачный. И вот пророк призывает своих современников «Рыдайте, рыдайте, как молодая жена, а мужа юности своей, потому что прекратилось хлебное приношение, плачут священники, ибо истреблен хлеб». И продолжая, в общем, ту же поэтическую линию, он говорит «Краснете от стыда, земледельцы, рыдайте виноградаре». Он говорит о том, что вот основная в каком-то смысле задача, основная ответственность, которую люди на себя брали, то ради чего и для чего люди трудились, все оказалось безрезультатным. И вот он призывает устыдиться. Ну и вообще говоря, конечно, за этим образом нечто важное, конечно же, стоит, потому что пророк, по-видимому, все же довольно прозрачно для его современников намекает на то, что вот этот момент катастрофы, момент, о котором он говорит «Стыдите, земледельцы, что так дошло, дошло до того, что нет хлебного приношения в доме Господнем». Это все же некий образ беззакония Израиля, которые довели до вот такого катастрофического состояния. Дальше пророк говорит «Припаяштесь в ретищем и плачьте, священники, служители алтаря, потому что не стало хлебного приношения». И какое решение он предлагает? Вот, назначенный пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев, все жители страны, в дом Господа Бога нашего, соберитесь в дом Господа Бога нашего на некоторое торжественное богослужение и назначьте пост. Вот те решения, которые, скажем так, видит в этой ситуации пророк Иоиль. Собрать собрание торжественное и назначить пост. И, кстати, обратите внимание также на то, что вот это торжественное собрание, Кахал, в греческих переводах обычно передается словом «экклисия». То, что мы сегодня подразумеваем как церковь, это в первую очередь именно вот такое вот собрание народа Божьего, торжественное собрание. Итак, вот Иоиль призывает всех во главе со священниками, объявив пост, то есть скорбя о своих грехах, как это было принято во времена плена и сохранилось в послепленные дни, скорбя о своих грехах, собраться в дом Божий. Потому, говорит пророк, что день Господень близок, и даже он восклицает «О, какой день!» О, какой день! Потому, что день Господень близок – это бедствие, из-за которого, собственно, весь разговор. Это бедствие, это именно день Господень. Он приходит как опустошение от всемогущего. Это не случайность, не какая-то катаклизма природная, а это именно опустошение от всемогущего. Такова воля Божья, которая несет это опустошение. И пророк говорит о том, что к Тебе, Господи, взывая мы все, и люди, и даже животные на поле взывают к Тебе, потому что огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и сокли потоки вод, не стало хлеба. Вот ужасное, ужасное время, трудное и пугающее. И кажется, что сейчас вообще все погибнет. Вот поэтому, так сказать, в преддверии этой неминуемой гибели и собирает пророк своей пламенной проповедью поэтической торжественное собрание в Доме Господа Бога нашего для того, чтобы вместе вот встретить этот День Господень. Продолжение следует...